Субтитры создавал DimaTorzok Привет, ребята! А что вы знаете о лягушках? А умеете их рисовать? Замечательно! Сегодня мы поговорим именно об этих животных. А Роман Корольчук и Милана Кулай помогут нам в этом. Давайте скорее начинать! Ква-ква-ква, я в гости к вам пришла. А знаешь, лягушки, я не знаю, чем тебя накормить. Так, чем же питаются лягушки? Я не знаю, ну давай у Ангелины спросим. Хорошая идея! Привет, мои хорошие! Привет, Ангелина! О чем разговариваете? Мы лепетируем сценку. Да, и о чем же у вас сценка? О лягушке и мышке. Да? Да вы что? Только вот мы задумались, что же едят лягушки. Не знаете, да, что едят лягушки? А вы, ребята, знаете? Угу, тоже не знаете. Давайте тогда разбираться. Но я хочу предложить вам нарисовать лягушку. Попробуем? Да! Замечательно! Листики у вас есть. Вот карандаши-фломастеры. Я буду рисовать на доске. А вы, ребята, присоединяйтесь к нам и рисуйте вместе с нами. Ну что, начнем. Лягушка рисуется очень просто. Берите карандашики. Так, начнем мы с вами с овала, который будет лежать горизонтально. Знаете, горизонтально это так, а это как? Вертикально. Мы будем рисовать горизонтально. Смотрите, рисуем вот такой вот овал. Нарисовали? Так, отлично получилось. А пока мы будем с вами рисовать, давайте разберемся, что же кушают лягушки. Как вы думаете, что они могут кушать? Я думаю, мух. А ты, Рома, что думаешь? Я думаю, жук. Жуков. А это что у нас? Как это называется? Мухи, жуки. Насекомые. Насекомые. Молодец, хорошо. Значит, они едят насекомых. Вы правильно сказали. Также они едят личинок и в некоторых случаях иногда еще кушают ракообразных. Так, мы с вами нарисовали овал. Теперь будем рисовать что? Туловище. Это у нас будет потом голова. Рисуем туловище. Вот такой вот овал у нас получился. Получается у вас? Да. Умнички, замечательно, хорошо. А чем они от жаб отличаются? По-моему, окраской. Давайте начнем с кожи. Вы когда-нибудь видели лягушку? Вживую трогали ее? Да, я видела, но не трогала. А жабу видели? Нет. А ты, Рома, тоже не видел. Да. Начнем с кожи. Кожа у лягушки, она такая влажная, гладкая, да? А вот у жабы наоборот. Она твердая, сухая, грубая такая, да? Да. Вот и первое отличие нам. Чем они отличаются, да? Хорошо. Что еще, как вы думаете, чем они отличаются? Может быть, лягушка прыгает? Да. А вот жаба наоборот. Что жаба будет делать тогда? Ходить. Ходить. Да, именно поэтому у лягушки длинные ноги, для того, чтобы высоко прыгать прямо от тебя на плечо. А вот у жабы такие маленькие ложки, она передвигается, передвигается, как старушка такая, да? Хорошо, смотрите, мы с вами уже нарисовали. На что похоже? На грибочек. На грибочек. Но исправляем ситуацию, чтобы было похоже на что? На лягушку. А мне похоже на куклу. На куклу похоже? Так, осталось только глаза тогда нарисовать, да? Да. Хорошо. Рисуем глаза. Смотрите, вот такие глаза. Большие нарисуем, да? Да. Вот такие. Давайте, наша лягушка будет смотреть вправо, да? Видите, у нас такие зрачки красивые. Получается у вас? Да. Ребята, а у вас получается замечательно? А правда, что если потрогаешь жабу, может появиться бородавка? Это неправда, ребята. Многие люди так думают и совсем заблуждаются, потому что жаба – это одно из самых безобидных животных на нашей планете. У них такие неуклюжие движения и даже нету зубов. Представляете? Да. Поэтому для того, чтобы не появились бородавки, достаточно просто соблюдать правила гигиена. А что это значит? Это значит мыть руки. Правильно. Мойте ручки? Да. А как часто нужно мыть ручки? После улицы. А если собаку потрогали? Тоже. Тоже. А перед едой нужно мыть ручки? Да. Обязательно. Обязательно. Умнички. Все вы знаете. Так, глаза нарисовали? Да. Получилось. Что рисуем дальше? Как вы думаете? Давайте нарисуем вот такой вот носик нашей лягушки. Кстати, заодно и поговорим. Как дышит лягушка, вы знаете? Не знаете? Тогда сейчас разберемся. Когда она находится в воде, она дышит с помощью кожи. Представляете? А вот когда она на суше, она дышит с помощью рта и легких. Запомнили? Да. А расскажи нам что-нибудь еще интересное про лягушек. Расскажу. У них очень интересно устроено зрение. Вы представляете? Они могут смотреть сразу же вверх, вперед и даже вбок. Представляете, как это интересно? А зачем им такое устройство глаз? Не поверите. Для пищеварения. Когда они что-то взяли в рот, проглотили, они начинают быстро моргать-моргать, и это им помогает протолкнуть пищу. Представляете? Вот взяли мы с вами бутерброд, и нужно не пожевать, а поморгать глазами. Попробуйте, как бы это было. Вот так вот. Да? Хорошо. Смотрите, мы с вами нарисовали уже глаза, носик, должны нарисовать еще что? Улыбку? Улыбку, да. Или у нас будет грустная лягушка? Нет. Нет, конечно, у нас будет улыбаться лягушка. Вот такая улыбка. Вот так. Хорошо. Что еще нарисуем нашей лягушке? Лапки нарисуем? Да. Вот такие. Так, нарисовали мы лапки. А снизу мы с вами нарисуем вот такие вот перепонки. Знаете, что это такое? Это между пальчиком такие складки кожные. Представьте, вот свою ручку, и между ними вот такие вот складки. Да? Ангелина, а есть какая-нибудь самая большая лягушка? Конечно же, Милана, есть. Лягушка Голиаф. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ну-ка, посмотрите внимательно. Ее длина составляет 90 сантиметров, а вес может превышать 3 килограмма. Это очень много для лягушки. Вот только представьте, какая она огромная. Представляете? И прыгать она может аж на 3 метра в высоту. Она не просто большая, она огромная. Огромная, да, Рома? Да. Ребята, вот мы с вами поговорили про самую большую лягушку. А как вы думаете, есть ли самая маленькая лягушка? Я думаю, есть. Да? Рома, а как ты думаешь, какого она примерно размера? Как на мизинчик. Как мизинчик наш толп? Да, небольшой. А я вам вот что скажу. Она живет на клубе, это самая маленькая лягушка. И ее размер вот такой усенький. Просто 8,5 миллиметров. Меньше, чем 1 сантиметр. Только представьте, какая малютка. Хотели бы себе домой такую завести? Да. Придала бы так. Оп, оп, оп. Да? Ну что, я смотрю, вы уже начали разукрашивать, да? Давайте покажем нашим телезрителям, что у нас получается. Покажем? Так. Ой, какая веселая лягушка у тебя получилась. Давай ее назовем как-нибудь. Давай. Я ее назову Квакша. Квакша. Ой, как здорово. Ребята, посмотрите, какой рисунок нарисовал наш Рома. Он уже начал раскрашивать. Но мы закончим уже наших лягушек уже завтра, да? Да. Да. Ангелина, а ты своей лягушке забыла дорисовать лапку. Ой, точно. Давайте тогда дорисуем. Что-то я совсем забыла про вторую лапку. Перепоночки обязательно, да? Да. И вот моя лягушка тоже готова. Ну что, мои хорошие, сегодня мы узнали, чем питаются лягушки. Что вы еще узнали, мои хорошие? Что они едят. Что они кушают? Насекомых, личинок, да. А еще мы узнали, какие они в размерах бывают. Да, точно. Рома, а ты что сегодня узнал? А я сегодня узнал. Они едят насекомых, личинок. Да. Угу. А ты знал, зачем им такие глаза? Интересное устройство глаз. Да. Да, теперь мы знаем, что для пищеварения, да? Да. Запомнили? Отлично. Ну что, ребята, мне кажется, что уже пора смотреть, что? Мультфильм. Конечно же, мультфильм. Сладких снов, дорогие телезрители. Пока-пока. Умный свет крадет у тьмы гладенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...